Поселок Индустриальный, Кашарский район, когда в поселке проведут газ? Вопрос, собственно, похоже один на другой. Скорее всего, этот вопрос нужно будет отдельно рассматривать, потому что по данному населенному пункту, в программе газификации на 2013-2014 год у нас нет планов. Поэтому мы дополнительно рассмотрим эту тему, и я проинформирую автора. Спасибо большое. У нас телефонный звонок. Добрый вечер. Мы слушаем вас. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Мечерова Юлия Александровна, Родионо-Месвятайский район, хутор Греково-Бал. Мы уже 7 лет за свой счет ребенка возим в школу. 11 километров. Хотелось бы узнать, правомерно это или нет, или кто-то должен за это отвечать, или вот у нас второй ребенок через 3 года в школу пойдет. Нам тоже за свой счет возить ребенка. Мне интересно, почему люди самостоятельно возят. Дело в том, что у нас по программе «Школьный автобус» практически в полном объеме обеспечено населением возможность подвозить детей в тех территориях, где это требуется. Сегодня у нас 691 автобус каждый день выходит на линию. Ежегодно мы обновляем примерно 20%. И таким образом нам удалось в течение 2011 и 2012 годов в полном объеме привести техническое состояние транспорта, заменив их на новое, в нормальное. И сегодня идет плановая замена автобусов. А в данном конкретном случае давайте договоримся, что я министру образования области дам поручение разобраться с семьей, а дальше посмотрим, кто за это должен отвечать. Если существуют какие-то нарушения, невыполнение каких-то обязанностей со стороны органов образования, я думаю, что мы разберемся. Спасибо за звонок. Спасибо вам, Василий Юрьевич. К теме автобусов, школ, детских садов мы вернемся чуть позже. Сейчас о том, что волнует каждого из нас, это вопросы здравоохранения. Согласно статистике, в нашей области рождается 50 тысяч детей. Тенденция сохраняется, слава богу, детки рождаются, растут, их отдают в детские сады, в школы. И ситуация с детскими садами, школами, это один вопрос, и он, несомненно, важен. И другой вопрос, который касается в степени детей, в том числе и взрослых, это здравоохранение. И у нас было очень много вопросов. Я знаю, что очень многое было сделано, и я знаю, что вы были инициатором создания в области, это, по-моему, Волгодон, Сахтаганрог, если не ошибаюсь, зелезные центры. Если можно подробно об этом. Примерно три года назад у нас не было практически ни одного гемодеразного центра, который был построен на территории области, или создан, точнее, на территории области, на условиях государства частного партнерства. На сегодняшний день мы имеем такие центры в Волгодонске, в городе Шахты, и в следующем году, в завершении работ в городе Ростове, практически эту проблему снимем. То есть в доступности для тех людей, которые в этом нуждаются, будут созданы условия для получения соответствующих процедур. И мы эту проблему закроем на территории области в полном объеме. Еще раз повторюсь, некоторое время назад, в 2010 году, в 2011, эта проблема очень остро беспокоила людей. В почте губернатора часто звучали эти вопросы. И мы эту проблему закрываем, решаем. Но это один пример решения вопросов на условиях государства частного партнерства. У нас есть сегодня несколько тем, которые мы прорабатываем и будем реализовывать на территории области, когда к решению вопроса будет привлечен и бизнес, и государство. И это мы закрепили в одном из наших соглашений, которые подписали вместе с руководителем Внешэкономбанка в Сочи в текущем году. Например, строительство и создание в Ростовской области онкологического центра или нового онкологического комплекса, который бы оказывал соответствующие медицинские услуги для жителей области и, может быть, не только области. Есть примеры другие, когда сегодня в адрес правительства поступают предложения, связанные с тем, чтобы при строительстве медицинских учреждений использовать не только бюджетные средства, но и средства от бизнеса. Мы на это идем. В 2010 году, в сентябре, я подписал закон о государственном частном партнерстве на территории области. Затем появился федеральный закон. И сегодня все больше и больше проектов, не только в здравоохранении, мы планируем использовать и на этих условиях. Думаю, что это одна из форм дополнительного привлечения инвестиций в самые разные сферы нашей жизни. Скажите, пожалуйста, насколько охотно идет бизнес на такую схему работы с государственными структурами, если говорить о Ростовской области? Мы о Ростовской говорим. На самом деле надо иметь в виду следующее. Бизнесу нужны гарантии. Если эти гарантии государство выполняет, то бизнес на это идет охотно. Гарантии состоят в том, что мы должны, например, построить инженерные коммуникации, построить дорогу, выполнить наши договорные отношения, которые подписываются в начале реализации того или иного проекта. Вот если эти условия будут выполняться, если мы будем выступать гарантами перед нашими банками, если правительство будет на себя определенные обязательства брать в продвижении этих проектов, включение их в различные федеральные программы, в которых имеется в виду поддержка бизнеса, то я убежден абсолютно, что бизнес на это откликнется. И, по большому счету, много направлений, в которых бизнес сегодня готов сотрудничать. Вот только что я проводил заседание комиссии по реализации указов президента. Например, у нас все чаще и чаще, это стало даже уже нормой, прежде всего в крупных наших городах, появляются предложения и примеры, когда бизнесмены готовы создавать детские сады. Думаю, что при развитии наших территорий, при развитии жилищного строительства, и Министерству строительства области такое поручение уже дано, оно не только Министерство строительства, но и Министерство территориального развития, эти проекты могут быть и должны быть включены в проекты нового жилья, которое сегодня строится. Бизнес готов идти на сотрудничество, но он обязательно требует гарантии, и в этом случае я на его стороне. Спасибо большое. Несколько вопросов, которые поступили к нам в студию. Ширику Юй Яковлевич, поселок Донской, говорит о том, что в станице Кривянской, и Сергеневской, и Заплавской в поселке Донском закрыли хирургическое детское отделение. Пациентов отправляются лечиться в Новочеркасск, там огромная очередь, и тоже не хватает врачей. Как решить эту проблему? Ну, вот я бы не согласился здесь с тем, что там не хватает врачей. Буквально в субботу на этой неделе я был в Новочеркасске и заехал в детскую поликлинику, которая, к сожалению, находится в очень плохом состоянии. Так вот, если говорить об обеспеченности врача, потому что рядом есть поликлиника, и рядом есть больница детская. Там как раз обеспеченность очень хорошая. Но состояние больницы реально удручающее. Я дал поручение приступить к разработке проекта, и мы будем думать, каким образом эту больницу привести в порядок и запустить в строй. Что касается Донского, стационарного отделения, насколько мне известно, там не было. Там было хирургическое отделение, но не стационар. И действительно возникла ситуация, когда людей направляют для лечения в Новочеркасск. По этому поводу, кстати, поручение уже состоялось, и соответствующие структуры над ним начали работать. Поэтому продолжение этого поручения, я думаю, что по этому обращению я еще раз его подкорректирую, ну и попрошу проинформировать автора. Спасибо большое. Еще один вопрос. Вот как раз, кстати, о сотрудничестве государства и частного бизнеса. Очень настойчивыми били представители ЗАО «МетТЭМ» Александр Сокольский. Он звонил неоднажды в редакцию с тем, чтобы убедиться, что вопрос дойдет к вам. Уважаемый Василий Юрьевич, ЗАО «МетТЭМ» совместно с администрацией Волгодонска прорабатывает проект реконструкции детской городской больницы на базе концессионного соглашения. Выполнит предварительный расчет стоимости проекта под ключ. Администрация города затрудняется в выполнении дорожной карты реализации проекта. Предложения нашей компании связаны не только с реконструкцией больницы, но и с сотрудничеством с администрацией в других социально ориентированных проектах. Готовы сотрудничать по водоснабжению, водоотведению и так далее. Готовы предложить приемлемую схему сотрудничества. Понятно. Ну, вопрос очень конкретный. Я знаю, о чем идет разговор, и глава города мне показывал этот объект. Давайте мы договоримся, что я в ближайшее время представителей этой компании приму, и мы подробно обсудим, и те, кто будет в этом участвовать. Хотя сразу могу сказать, что по всей вероятности этот проект реализовать в Волгодонске нужно, потому что Волгодонску эту проблему стоит решать. И как раз, возможно, тот случай, когда закон о ГЧП позволяет нам выйти на хорошее решение. Поэтому мы посмотрим, и я думаю, что и в разговоре примет участие и мэр Волгодонска, и мы вместе с ним подумаем, каким образом реализовать этот проект. Еще раз повторю, он нужен именно Волгодонску, и люди будут в нем заинтересованы. Спасибо. У нас телефонный звонок. Добрый вечер. Алло, добрый вечер. Да-да, мы слышим вас. Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте. Меня зовут Наталья Мельченко, город Красный Сулин. Мне вот интересно узнать, почему нам не выводят стимулирующие выплаты. Ведь воспитателям в детских садах их уже ввели. А нам почему-то нет. Нам на самом деле очень обидно, младшим воспитателям, за то, что мы по функционалу выполняем ту же самую работу, что и они, помогаем их с занятием, смотрим за дисциплиной. Наш труд оплачивается всего лишь копейки. У нас также есть дети, семьи, нам очень хочется достойной оплаты труда. Спасибо большое. Этот вопрос касается одного из указов президента, майских указов 2012 года. На самом деле, все, что касается повышения уровня оплаты труда, в том числе работников доскольных учреждений, это реализация данного указа, который имеет определенную дорожную карту по срокам ее выполнения. Поэтому убежден абсолютно, что и младший обслуживающий персонал, я просто это знаю, уровень заработной платы будет скорректирован. В бюджет 2014-2016 годов, уже даже в первом чтении мы эти необходимые средства запланировали, депутаты Законодательного собрания области проголосовали. 10 декабря мы рассмотрим вопрос повторного и распримем бюджет во втором чтении и будем реализовывать дорожную карту и указ президента. Все работники доскольных учреждений и воспитатели, и младший обслуживающий персонал, так же, как и работники образовательных учреждений других, в соответствии с дорожной картой, которая принята, у них будет повышена заработная плата и доведена до средней заработной платы по системе образования Ростовской области. Я убежден абсолютно, что это будет в ближайшее время. В продолжении темы у нас немного времени совсем осталось, режиссер подсказывает. Тем не менее, вернемся к теме детских садов и школ. Мы поднимали архив наших программ, и мы видели, что очень многое сделано. Много реконструировано детских садов, построено, введено в эксплуатацию, школы. Если можно вкратце о том, что сделано, что планируете сделать, и есть еще несколько вопросов о телезрителе по этому же поводу. На самом деле, сразу скажу, что мы реализуем программу, о ней люди, наверное, уже знают. До конца 2015 года мы должны в полном объеме обеспечить наших дошколят детскими местами в детских дошкольных учреждениях. Речь идет о детях в возрасте от 3 до 7 лет. Есть так называемая программа 100 детских садов. Ну, 100 это достаточно номинальное. Скажу сразу, что когда мы ввели электронную очередь, впервые в России это сделано, мы поняли, что нам необходимо добавлять количество садов, и сейчас дано поручение по разработке проектов еще 16 детских садов, которые должны быть построены в течение этого периода. В настоящее время одновременно строится 27 детских садов, порядка 50 завершается проектирование, и строительство начнется в 2014 году. Одновременно с этим начнется проектирование еще определенного количества садов, и мы должны будем до конца 2015 года в каждой точке области иметь решение этой проблемы. Но наиболее сложная проблема сегодня решается в крупных наших городах. Там плотность населения высокая, и тут отдельные программы, которые внутри наших больших планов имеют свои более конкретные. Мы планируем эту работу проводить, необходимые финансовые средства в бюджете области заложены, так что многое зависит от расторопности, активности и результативности в том числе и местных властей, потому что финансовые средства для этого мы в полном объеме выделим. Спасибо большое. Вопрос один, который не могу мне не задать, поскольку ни один человек обратился с этой просьбой. Школа номер 14 в городе Шахта. Они знают уже вся наша редакция, поскольку действительно очень многие люди звонили. У детей вторая смена, они вынуждены ездить в другую школу. По-моему, даже не в одно, а в две. Да, не в одно, а в две. Ремонт не делают. На самом деле сейчас идет обследование фундаментов, и Министерство образования в своей государственной программе этот объект берет на сопровождение, потому что объект большой, количество детей большое, и мы должны в любом случае изыскать финансовые средства, чтобы в 2014-2015 году там активные работы начались. Поэтому мы подробно проинформируем родительскую общественность о том, какие возможности и планы мы... Фондю любит тебя! Продолжение следует...